Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться, будем имениваться мнениями. И, пожалуйста, когда вы задаете ваш вопрос или высказываете ваше мнение, пожалуйста, помните, что оно должно быть лаконичным, кратким и четким. Пожалуйста. Теперь, должен вам сообщить о том, что вы нас можете видеть на нашем YouTube-канале RadioNVC, на нашей страничке в интернете RadioNVC.com и на нашей страничке Facebook RadioNVC. Вот у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Ну, вот суд на атмосферу кончился полной фигнёй. Перенесли до 2021 год. Вопрос очень короткий. Что дальше? Я прошу прощения, я пропустил начало вашего комментария. Закончился суд что? Суд над этой женщиной Максвелл. Ну, он не закончился. Вы что? Перенесли до 2021 год. Окей, секундочку, молодой человек. Давайте мы разберёмся сразу. Значит, скоро родятся только зайцы и готы. Значит, пока что в первая стадия процесса это она должна признать или не признать себя виновной. Это первая стадия процесса. И на этой стадии судья должен выбрать ей меру пресечения. Так вот, то, что произошло пару дней назад, это была именно первая стадия того, что должно произойти. Она попыталась, вернее, она признала себя невинной, объявила, скажем так, объявила себя невиновной, но судья, который чётко представляет себе, кто она, что она и что она себя представляет, абсолютно правильно не разрешил ей меру пресечения находиться под домашним арестом. То есть, ей оставили меру пресечения под стражей. Всё. Это только начало. Это самый-самый-самый, как говорится, кончик айсберга. Вот теперь, когда прошли так называемые процедуры проформы, вот теперь у обвинения даётся год на то, потому что это очень серьёзное дело, очень серьёзное. И обвинению даётся год на то, чтобы построить свой обвинительный, как это сказать по-русски, своё обвинение, скажем так, линию обвинения, а у защиты, защите даётся год на то, чтобы построить линию защиты. И вот поэтому это занимает очень долгое время. Вы знаете, некоторые люди сидят под следствием по два, по три года, а ей перевели всего на год. Так что вы немножко погорячились сказать, что перенесли на целый год. Давайте подождём. Да, но нам надо до 3 ноября, чтобы что-то прозвучал, колокол какой-нибудь. Ну, колокол, я вам скажу, какой прозвучит. Не колокол. Колокол прозвучит. Знаете, самое страшное, чтобы этот колокол не прозвучал по не той причине. Так что всё нормально, не волнуйтесь, всё идёт своим чередом. Когда-то мне понравилось выражение, кстати, Леона Вайнштейна, который сказал, что жернова правосудия в Америке работают очень и очень медленно. Так что мы до сих пор ждём. Ой, вы знаете что? Я приехал в Америку совсем другую, и совсем по-другому тут всё было. Сейчас я уже ни во что не верю. Вот я уже не верю в то, что Америка справедливая, добрая, хорошая страна. Да, она ещё добрая, но уже не справедливая. Ну, я могу сказать одну вещь. Я... Знаете, что говорят про людей, которые уже всё поняли и всё знают. Поэтому давайте оставьте себе хоть какую-то маленькую частицу сомнения для того, чтобы всё-таки жить было немножко интереснее. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Вот. Да. Значит, у нас есть ещё один звонок. Добрый день, вы в эфире. Ой, добрый день. Я прошу прощения. Пожалуйста. С чего началась передача? О ком идёт речь? Пожалуйста. Я понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Речь идёт о помощнице, как её называют. Я её называю соучастницей. Это женщина, которая помогала покойному Джеффри Эпстин в его преступлениях по отношению малолетних девочек, несовершеннолетних девочек. Это всё тоже та же самая история, где вроде бы замешана и Билл Клинтон, и принц Эндрю и так далее. Зовут её Гиллиан Мэксволл, и разговор идёт о том, что она попыталась, вернее, она объявила себя невиновной, не признаёт свою вину, и попросила освободить её до суда, ну, как говорится, побыть дома. На что судья ей сказал, нет, вы слишком опасны, и возможность вашего побега слишком высока, чтобы оставить вас вне заключения, и продлила ей заключение, перенеся суд на 21-й год. На июль, ровно через год, 12 июля 21-го года. Вот о чём идёт речь. Ну что ж, давайте эту мы вроде бы историю обсудили, и тут больше говорить не о чём. Я, если честно, у меня было по этому поводу две мысли. Первая мысль. Если ей дадут возможность выйти из тюрьмы, до суда, то, конечно же, она свалит, и причём, скорее всего, она бы свалила во Францию, потому что она, во-первых, является гражданкой Франции, а во-вторых, у Америки с Францией нет договора о выдаче обвиняемых. Вот, поэтому я так себе представил, и я согласен полностью с судьёй, которая решила, что нет, давать ей выйти из тюрьмы невозможно. Ну и второе направление, я, опять же, так чисто сам для себя решил, что если ей не дадут выйти из тюрьмы, то я думаю, что её последует та же участь, что и её сообщника Джеффри Эпстин, я не думаю, что ей дадут дожить до суда. Почему? Потому что слишком, слишком, слишком серьёзные люди могут оказаться на скамье подсудимых в отношении этого дела. А дело это очень серьёзное, мало того, что разговор идёт о растлении несовершеннолетних, разговор идёт об изнасиловании несовершеннолетних, разговор идёт о групповом заговоре в изнасиловании несовершеннолетних. Поэтому с такими обвинениями очень и очень серьёзные грозят сроки, поэтому, ну, то есть сроки само собой, но люди, которые могут оказаться вместе с ней и на скамье подсудимых, слишком серьёзные люди для того, чтобы дать ей возможность открыть рот. Только в том случае, если она сейчас, вот прямо сейчас, пока ещё жива, не даст показания следователям, прокурорам, причём показания во всём, везде и всегда, то есть на все 120%, где уже просто не будет смысла её, от неё избавляться. То есть если уже всё выйдет наружу, оно всё будет записано у обвинительной стороны, ну, тогда её убирать нет смысла, тогда есть смысл что-то, ну, типа, сушить сухари или думать, куда, в какую страну можно бежать вот тем, которые вместе с ней участвовали. Если же она не получит такую возможность полностью всё выдать, как говорится, на гора, то я думаю, что она не жилец. Вот. Ну, это, опять же, это мои, как говорится, мысли вслух. А там, как это всё будет, поживём, увидим. Это то, что касается вот ситуации с покойным Джефф Репстин и вот с этим обвинением госпожи Мэксвелл. Теперь, о чём бы я хотел ещё с вами обсудить, какую тему, это ту, которую я с Серёжей затронули вчера. Меня, если честно, меня эта тема немножко взволновала по одной простой причине. Судя по вашим звонкам, судя по тому, что вы звонили, причём даже вне эфира, уже после передачи нашей вчерашней по поводу вот средств массовой информации, насколько они правдоподобны, насколько им можно верить, насколько их можно слушать. И вот были хорошие звонки в эфир, и потом после эфира задавали интересные вопросы. Многие, кстати, из вас, я, если честно, был очень приятно удивлён тем, что вы слушаете не только Факс Ньюз Ченнел, но вы ещё слушаете Факс Бизнес. Это очень приятно. Почему? Потому что, ну, интересоваться так поверхностно – это одно, а вот интересоваться поглубже именно по состоянию экономики, как это всё связано. Это очень… Я всегда это приветствую, похвально. Поэтому вот я решил всё-таки немножко углубиться в эту тему. Почему? Потому что вчера, когда я… Вечером, когда я готовился к нашей сегодняшней передаче, и потом сегодня утром, вот перед тем, как я приехал на работу, я действительно очень так задумался серьёзно, какие я могу привести примеры для того, чтобы вам объяснить, почему я настолько разочаровался, во-первых, в Факс Ньюз, а во-вторых, почему я считаю, что на сегодняшний день небольшая разница, совсем небольшая разница между Факс Ньюз и СиНН. Ну, MSNBC я не беру всерьёз. Почему? Потому что это просто… Если СиНН – это станция, которой управляет демократическая партия, которая чётко выдерживает какую-то идеологическую линию, пусть она мне неприятна, пусть она мной неприемлема, но, по крайней мере, у них есть какая-то идеологическая линия, то такой канал, как MSNBC, скажу вам честно, это даже не клоунский канал, это вообще сидят три-четыре ведущих, которые, ну, просто их отвязали, вот им хозяева сказали так, ребята, чем вы будете злее по отношению к Трампу, чем вы будете извращённей по отношению к Трампу, тем больше денег мы вам будем платить в надежде на то, что вот эта извращённость по отношению к Трампу принесёт им, во-первых, рейтинг, во-вторых, деньги. Но так интересно получается, что MSNBC даже, как вам сказать, они даже не входят в таблицу рейтинга. то есть, если CNN, допустим, там, по-моему, если я не ошибаюсь, там, 50-е или, прошу прощения, 15-е, 13-е, 15-е по рейтингу в новостных каналах, то MSNBC, она просто не, даже не на шкале этого рейтинга. То есть, чисто, в общем, позор. Но, тем не менее, сейчас разговор идёт именно о Fax News Channel. Когда, в своё время, когда я начал смотреть Fax News, то есть, где-то лет, скажу честно, я его не смотрел с первого дня. Я его смотрел, начал смотреть где-то примерно лет 15-17 тому назад. И одной из причин, почему я, мне очень нравился этот, понравился этот канал, потому что на нём выступали люди, которые, во-первых, соответствовали моему пониманию ситуации, они соответствовали, мы с ними были на одной волнении. В коем случае я не сравниваю себя с такими ребятами, как Билл Райли, с Шан Хеннеди, Такра Харлсон и так далее. Нет, ни в коем случае. Просто они мне вот честно были очень по душе. Я абсолютно был согласен с этими взглядами. По одной простой причине. Это был по-настоящему. Я хочу, чтобы вы, очень важно, чтобы вы не путали две вещи. Республиканец, как принадлежность к партии, и консерватор, как принадлежность к идеологии. То есть, как и везде, в республиканской партии есть очень, ну, как минимум, четыре направления. Как минимум. Это консерваторы, это умеренные республиканцы, это центристы и ближе к левому лагерю, но тоже республиканцы. Так вот, я по взглядам считаю себя консерватором. Почему? Потому что я абсолютно согласен с тем, что аборты, это неприемлемо. Я абсолютно согласен с тем, что религия обязана присутствовать, если не в политике, то, по крайней мере, в сердцах у жителей Америки. Причем религия, неважно какая, это может быть иудаизм, это может быть христианство, это может быть буддизм, неважно. Главное, чтобы была религия. Почему? Потому что религия, это, ну, будем говорить так, это мораль. Мораль, моральный устой нашей жизни. Я абсолютно придерживаюсь той идеи, где чем меньше правительство участвует в жизни страны, тем страна, стране живется легче, свободней и благополучней. Я абсолютно согласен с тем, что бюджет должен быть обязательно сбалансирован, не может страна жить в долг. Точно так же, как не может в долг жить семья, так же, как в долг не могут жить отдельные штаты, отдельные города и так далее. То есть, жить нужно по средствам. И налоги, которые собираются с, неважно, будь то частные, то есть, налоги, будь то корпоративные налоги, они должны, при том, чтобы давать стране прибыль или бюджет, возможность оперирования бюджетом, но эти налоги также должны быть умеренными по отношению к людям, которые их платят. Почему? Потому что человек, работая, не может отдавать там, большую или даже треть своих доходов на нужные государства. Это, это лично моя философия. И, знаете, как говорят, когда был такой старый анекдот, когда одного еврея в 37-м году привели в ЧК и сказали, вы знаете, страна молодая, ее нужно отстраивать, нам нужны заводы, дороги, фабрики, предприятия, а мы узнали о том, что у вас в погребе большое количество денег, мы думаем, вы должны ими с нами поделиться. Еврей поехал домой, собрал свои манатки, собрал сухари, пришел сам лично обратно в ЧК и сказал, вы знаете, я подумал и пришел к такому выводу, если нет денег, нечего строить. То есть, вот в это я действительно верю. Все безоговорочно должны жить по своим возможностям. Так вот, вот такой консерватизм в свое время и пропагандировал Fox News Channel. Билл Райли, Марк Левин, Шан Хеннеди, Меган Келли, то есть, люди, которые действительно были консервативны в своих взглядах. И вот почему? Потому что хозяином этого канала новостного был человек, который по-настоящему капиталист. Действительно, по-настоящему капиталист. Человек, который верил в то, что страна должна развиваться в капиталистическом направлении, свободный рынок и так далее. Постепенно нам начали как-то интересно предподносить увольнение как говорится неугодных в том смысле, что вдруг почему-то они стали какими-то женоненавистниками, они стали какими-то людьми, издевающимися над правами женщин и так далее. И постепенно убрали Билл Райлы. Сейчас вы сами знаете, что происходит с Такером Харлсоном. Единственных людей, которых пока не трогают, это два человека, которых не трогают, это Шан Хеннеди. И я попытаюсь объяснить, почему его все-таки не трогают. И это Марк Левин. Хотя Марк Левин, он выступает всего-навсего к сожалению один раз в неделю по воскресеньям. Кстати, программа у него обалденная, я вам очень советую. Те, которые его еще ни разу не слушали, пожалуйста, послушайте. Он настоящий консервативный республиканец, очень знающий. Он конституционалист, он по образованию адвокат, человек, который работал начальником как это сказать по-русски, отдела кадров, да, ну вот, чифовстав, генерального прокурора, прибуша, то есть, человек, который действительно знает, о чем он говорит. И он не стесняется в своих выражениях. Но, к сожалению, он всего-навсего выступает один раз в неделю. Хотя, у него есть замечательная программа на радио, которая, ну, по-чикагскому времени, она идет с 7 вечера и до 10 на станции WLS. Я не знаю, в разных штатах эта станция имеет свой номер канала, но называется она WLS. Вот. Так вот, постепенно начали избавляться от людей с консервативными взглядами и начали приводить каких-то абсолютно непонятных персонажей. Например, такой один из них это Ван Уильямс, который не просто ярый демократ, но это еще и лево-радикал, который... Причем, самое интересное то, что, если честно, я до сих пор еще не понял, не вник, потому что я его очень часто слушаю, очень много слушаю, я пытаюсь разобраться, кем он же все-таки является. Является ли он левым радикалом, или он просто является хорошим актером, который за деньги тянет партию демократов. Не знаю. Но, тем не менее, вот, например, то, что произошло с Меган Келлой, вы все прекрасно помните. Мне кажется, что ее подставили, а подставили ее, то есть, у них, у руководства Fox News Channel, у них не было возможности ее уволить просто так. Почему? Потому что она женщина, она не может быть уволена за sexual harassment, она не может быть уволена за женоненавистничество, она толковейшая женщина, она адвокат, она действительно очень и очень толковый аналитик. Так вот, почему я говорю, что, мне кажется, ее подставили, потому что как-то очень странно компания NBC предложила ей какую-то вообще баснословнейшую цифру, 20 миллионов долларов за то, чтобы она перешла к ним, причем она перешла к ним, если она была одной из ведущих обозревателей канала Fox News, то на канале NBC ей дали роль так, постольку, поскольку такая, какая-то такая проходная роль, непонятно за что, но 20 миллионов долларов, они прекрасно понимали, что она такую возможность обойти не сможет. и она клюнула на этот крючок, уволилась сама из Fox News, перешла на NBC, и буквально в первый же праздник Хэллоуин они поймали ее на том, что она якобы там когда-то намазала свое лицо гуталином и вроде бы пыталась представлять из себя скажем так афроамериканку и подняли сумасшедшую шумиху и за это ее уволили. То есть насколько я проанализировал это, я понимаю, что это просто был ход конем Fox News для того, чтобы от нее избавиться. то есть был договор ее переманили и тут же ее уволили вот за такую ерунду. Почему ерунду? Потому что ровно за такую же ерунду не уволили губернатора штата Вирджиния, который точно так же в свое время измазал свою морду гуталином и пытался изображать из себя черномаза, чернокожего и его не только не уволили, просто замяли это дело и он спокойно без проблем продолжает быть губернатором штата. Потом после этого еще было несколько человек, но мы сейчас прервемся на рекламную паузу, а потом я вам расскажу, что произошло дальше. Оставайтесь с нами. Итак, добро пожаловать в наш неполиткорректный итог. шоу, вторая часть. Ну, еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Я продолжу. Я не хочу очень много тратить времени даже на Меган Келли, но весь, как говорится, смысл моего рассказа состоит именно в том, что все зависит, вот для тех, которые смотрят ФАКС-НЮС. Все зависит от того, для чего вы его смотрите и что вы в нем ищете. Если вас просто интересует, как говорится, новостной канал, ну, ФАКС-НЮС в принципе такой же новостной канал, как и CNN, как и новости на втором, пятом, седьмом канале, я имею в виду чикагских, ну или где угодно ваших таток. Это еще один новостной канал. Ну, давайте примем звонок на скудочку. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я велик дождалась второй половины, когда можно будет позвонить. Вы что-нибудь слышали о Мэкс-Ньюс? Мэкс-Ньюс-ТВ. Вот я как раз хотел сказать. Вот как будто бы это канал, который пришел на смену ФАКС-Ньюс. Да, да, я абсолютно с вами согласен. Я слышала только рекламу и хорошие отзывы, сама его не видела, не слышала. Может быть, вы что-то так сказали. Обязательно, обязательно, спасибо. Вот, как раз Варвара нас подвела к тому, о чем я хотел сказать. Значит, если вас интересуют просто новостные каналы, вам, в принципе, ну, скажем так, абсолютно фиолетово, о чем там говорят, главное, чтобы примерно хоть знать, существует еще Америка или нет, ну, тогда ФАКС-Ньюс вроде бы ничего. Но, я придумал степень сравнения ФАКС-Ньюс, чтобы вы поняли, во что оно превратилось. А те, которые жили когда-то в Советском Союзе, именно в Советском Союзе помнят вкус трех соков, которых нам предлагали во в каждом гастрономе. Это томатный, яблочный и... нет, четыре сока. Томатный, яблочный, виноградный и березовый. Так вот, все эти соки абсолютно не имели никакого отношения к сокам. Это были разведенные водой до такой степени, где оставался только такой слегка окрас и где-то далеко-далеко присутствовал такой привкус томата, привкус яблока, привкус винограда и так далее. Остальное это были просто разведенные водой напитки, ну, причем они еще и были теплые, потому что льда там не было, их наливали, помните, из этих конусов. Так вот, почему я это вспомнил? Потому что вот это то, во что превратился сегодня канал Факс Ньюз, за исключением трех человек. Такер Карлсон, Шан Хеннеди и Лора Ингрэм. Очень, опять же, тогда, когда выступает Джадь Джуди, ну, не Джадь Джуди, а Джадь Джанин Пиро, прошу прощения, да, она тоже замечательно выступает, но, к сожалению, ее заперли вообще непонятно куда, в субботу, вечером, в 10 вечера, ну, просто кошмар. Итак, но, если вас действительно интересует все-таки, если вы считаете себя консерватором, если вы считаете себя консервативным республиканцем, и вы действительно любите нашу страну, вот по-настоящему любите, не потому, что ей сегодня управляет Трамп, не потому, что ей сегодня управляет Джим Джордан, а вот именно любите нашу страну. Так вот, для того, чтобы действительно понять, что в ней происходит, вот у меня есть совет, есть три канала, которые, к сожалению, они не телевизионные, то есть, они, их можно смотреть на телефонах, их можно смотреть на айпедах, их можно смотреть на компьютере, три канала, один канал, это вот тот Newsmax TV, который я считаю сегодня самым, самым, самым лучшим консервативным каналом, который существует на сегодняшний день. Еще раз, Newsmax TV, идти туда очень просто, вы заходите в Google, пишите Newsmax TV, вас выводят на веб-сайт, вы там на веб-сайте пошли, посмотрели туда-сюда, можете попробовать, у них есть так называемый бесплатный просмотр или free trial, ну, а вообще этот канал, если они, он стоит вообще копейки, 11 долларов в месяц, и вы можете смотреть действительно замечательный канал, на котором выступает и Марк Левин, и Мишел Малкин, и Белла Райли, то есть ребята, которые действительно любят эту страну. Это один канал, второй канал, который я вам советую посмотреть, это называется Blaze TV, Blaze, B-L-A-Z-E, Blaze TV, тоже он абсолютно честно не хуже Newsmax TV, просто Blaze TV, он такой более сконцентрирован именно на политике. И третий канал, который я вам могу посоветовать, это Levin TV, это канал, который принадлежит Марку Левину, вот тот, который по воскресеньям и вечерам выступает на Fox News и который очень часто выступает у Шана Хеннеди. Вот эти три канала Levin TV, Newsmax и Blaze TV, я вам скажу так, если вы даже возьмете все три канала, то, по-моему, если я не ошибаюсь, 11 долларов стоит Newsmax, 9 долларов стоит Blaze TV, и, по-моему, 6 или 7 долларов стоит Levin TV, так вот, за все три канала вы будете платить в месяц аж 26 долларов, 27 долларов, что-то в этом роде, и вы действительно, если вы действительно любите эту страну, и вас интересует, что в ней происходит, мнение людей, которые, ну, скажем так, не еще не продались, а не продались вот этому левому, лево-радикалам, это вот эти три канала, и когда мне люди говорят, ну, что нам делать, у нас всего один Fox News, больше же нечего смотреть, есть что смотреть, дорогие мои друзья, и я считаю, что за ту информацию, которую вам будут преподносить, и то, чему вас будут учить, стоит либо 11 долларов, либо 9 долларов, ну, на крайний случай, тем, у которых действительно тяжелое финансовое положение, 6 долларов Левин ТВ, а еще лучше все три канала взять и получать действительно удовольствие от того, что вы знаете, что происходит, как происходит, и почему оно происходит, выступают обалденные профессиональные именно аналитики, не попки, которые читают по бумажке, а люди, которые действительно знают, о чем они говорят. Прошу прощения, перезвоните, я просто хотел закончить свою мысль. Итак, вот эти три канала, это не потому, что я делаю рекламу, поверьте мне, я за это ничего не получаю, просто очень часто мне действительно жаль людей, которые и пытаются получить хорошую информацию, и просто не знают где. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий Владимирович из Виллинга, здравствуйте. Да, Володь, привет. Вы пропустили интересный очень еще источник, который, между прочим, входит в основную сетку, даже в самую дешевую в AT&T канал, и есть на тех, кто пользуется Xfinity. Это One American News Network. Совершенно великолепный консервативный канал, вечером, там два шоу, которые равны с одной блистательной, совершенно умничка. Лиз Уэллер и Леджер, это что-то. Его программа Леджера, оно в самом даже дешевом раскладе. Окей, еще раз, One American News TV. News Network. News Network. One American News Network. Замечательно. Спасибо большое. Посмотрите, 7 часов вечера, Анатолий, это просто... Еще одно я хочу вам. Я вчера прочитал на Лебед Роткамп, знаете, такой финал. Конечно. Замечательнейшая статья называется «Американский большевизм». Статью написала сейчас вам вот я сейчас открываю. Статью написала Ирина Жишко-Браун. Она очень глубоко копнула, она показала, что все это называется «Professional Protester System». Ну да. «Professional Protester System». И она показала, как они организованы в 60-х годах, когда они заставили Америку выйти из Вьетнама. Я понял. Окей, Володь, спасибо. Совершенно необязательно, что там только американские деньги. Я думаю, что там и зарубежные деньги есть. Естественно. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. 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 Очень внимательно, очень интересно передача. Много-ного узнала о каналах, все думал. Я думаю, просто это как может быть, мое мнение, что нефаксы поменяла, потому что не хочет быть нишевой, как говорится. вот как превратилось, например, Нью-Йорк, Таймс, вот написала письмо этой девушке, которая уволит. Они хотят так бы распространить эту дюрию на все, и поэтому зря они, конечно, уволили хороших, но если бы они набрались, чтобы они стали, ну как бы, всеамериканскими. Это может быть политика менеджмента, она может быть... Конечно. Конечно, это политика менеджмента. но это политика международная на то, чтобы из ниши перевести как бы в общеамериканск, чтобы смотрели все. Но это коммерческий интерес. Ну да, 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 да. Я понимаю, я вам единственное, что скажу, там вопрос стоит только в одном. Кто проплачивает вот эти перемены? Вот и все. Потому что я не думаю, что это просто, это чисто политика менеджмента, быть одним и вдруг стать другим. То есть туда проплатили то, чтобы взяли на работу таких как Дана Бразил, вот этот One World, Джессика Тарлов и так далее. Ну, расчерить свою коммерческую базу может. Но это как предположение. Конечно, я не одобряю об этом. Я всегда его смотрел как чисто консервативный. Осталось три человека и пока нет. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Добрый день. Вы в эфире. Заставили. Да. Если кто хочет смотреть Newsbox, это на Xfinity 1115 channel. Ага, окей, 1115 на Xfinity. На Xfinity. Окей. Келли, сын, который был на факсе, это комиссион Нью-Йорка Келли. Да, да, да. Хакоби, в общем, Стив Беннетт очень интересный. Да, 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 да. Вот эти все ребята, это именно те ребята, которых просто... Я вот клянусь, я когда слышу Майка Хакоби, я не особенно за него готов был голосовать, когда он рвался в президенты. Честно. Но, вот на сегодняшний день я понимаю, что он таки действительно человек, который, во-первых, консерватор, во-вторых, он действительно любит эту страну. Вот так что, да, спасибо большое, спасибо. Вот, дорогие друзья, значит, поверьте мне, вот вы слышали, есть, значит, One American News Network, есть вот эти три канала, которые я вам назвал, причем мы еще не углублялись в такие издания интернетовские, как Hill.com. Hill, это как, ну, вот как горка такая, Hill.com, Federalist, но, опять же, Federalist, нужно быть очень аккуратным. Почему? Там, опять же, существуют разные мнения. Они пытаются так быть, они варьируют от, как говорится, середины спектра и в правую сторону. Но, тем не менее, если вы читая Hill, попадете на статьи Малый Хемингуэй, я честно не знаю, имеет на какое-то отношение Кэрнсту Хемингуэй, не знаю, фамилия такая интригующая, но Малый Хемингуэй, она является одним из ведущих редакторов этого издания, толковейшая женщина, толковейший аналитик, толковейший политолог, она действительно очень четко, красиво и очень с большим знанием описывает те события, которые сегодня происходят. Поэтому, дорогие мои, давайте еще один звонок и все. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, спасибо большое, что взяли мы звонок. Значит, у меня такой вопрос, основной вопрос. Вы говорили, что вы рекомендовали какие-то станции, и я не могла, у меня не было возможности записать. У меня, значит, не эти, а это самое Xfinity. Вот, и потом у меня еще, помните, когда Трамп увидел, у него была какая-то стычка с Меган Келли. Да. Что-то такое было, и после этого... это была, это была не стычка, просто Меган Келли, она была одним из модераторов во время дебатов. Да, да. И она ему задавала очень такие каверзные вопросы, но, вы поймите, Трамп, и еще раз, ведь Трамп очень такая одиозная личность, скажем так, то есть, он, для меня, он, будем говорить так, он совсем неплохой президент, если честно, но, сказать, что я во всем с ним согласен, что я абсолютно безоговорочно его во всем поддерживаю, я тоже не могу, поэтому, когда Меган Келли в свое время задавал, ведь Трамп далеко не консерватор, Меган Келли... Он совсем, между прочим, все время Раш Лимбо повторял, что он не консерватор. Поэтому, когда Меган Келли была модератором во время дебатов, там были ребята такие, как Тед Круз, которые были намного более консервативны, чем Трамп, и поэтому, вы же понимаете, любой человек, каким бы он не пытался быть нейтральным, у него все равно это человеческая натура, и Меган Келли явно было то, что она была за Теда Круза, вот и все, поэтому, там не было стычки, там просто был такой чистый... Ну, что-то такое было, я не могу сказать, я просто не помню, она мне, конечно, очень нравится, потому что она очень красивая женщина, всегда я ее любовалась. Это другой разговор. Ну, и потом, знаете, какая вот у меня идея, от того, что в Факс Ньюс попали вот эти, можно сказать, демократы, может быть, у них была такая идея уж совсем задавить СНН. Вы знаете, если они... Чтобы они больше, да, смотрели... Да, для того, чтобы задавить СНН, мой 20-летний сын должен просто выйти в эфир и минут 20 поговорить, я думаю, что он наберет больше рейтингов, чем СНН. Поэтому их задавить не так тяжело. А вот то, что они сделали с... с Факс Ньюс, вот смотрите, как интересно, у них самый высокий рейтинг программ, это именно у Таккер Карлсон, именно у Шана Хеннеди и именно у Лоры Инграм. Все остальное, это чистая вода на киселе. Ну, дядь Джуди, они ее задавили так же, как вот они пытаются задавить Карлсон. Итак, спасибо, да, дорогие друзья, просто нет времени, я с удовольствием с вами еще это буду обсуждать, но пока спасибо еще раз, как обычно, вам всем за ваше участие, за ваше... за то, что вы слушаете, за то, что вы с нами и, пожалуйста, хороших выходных и услышимся на следующей неделе. Всего, будьте здоровы!